Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал «Приезд в Краснодар». В Краснодарский край канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар либо в его ближайшее окружение. Работаем для вас до 60 километров вокруг, а также до 150, если вдруг. Вдруг. Надо куда-то очень-очень подальше, но по предварительному согласованию. Сегодня мы с вами находимся в хутор Ленина и будем смотреть жилой дом. Обзор для вас будет проводить моя коллега Юлия Кокорина, руководитель офиса города Краснодара. Поскольку хутор Ленина у нас попадает в муниципальное образование города Краснодар, поэтому данная локация относится к Юлиному ведению. А Юля сама проживает здесь же, на открытой Виктории, СНТ, ДНТ, да, у вас правильно называется, и относитесь к хутору Ленина. Все верно. Всем привет! Меня зовут Юлия Кокорина. Сегодня мы с вами смотрим жилой дом в садах, то есть это земли населенных пунктов, которые находятся на хуторе Ленина. Это городская прописка города Краснодара. У нас небольшой дом, но очень приятный, комфортный. 54 квадратных метра на земельном участке. Земли населенных пунктов, 4 сотки земли. Давайте внимательно все посмотрим. Стоимость данного дома составляет 4 миллиона 700 тысяч рублей. Друзья, давайте посмотрим на дворные постройки и придомовую территорию. Обратите внимание, наша входная группа – это такая вот облагороженная часть земельного участка. На полу плитка, мы видим калитку, и у нас с правой стороны будут ворота. Ворота у нас откатные. Навес под автомобиль и ворота в гараж. Отдельная постройка в виде такой летней кухни, гаража и бани. С правой стороны. Мы проходим с вами по брусчатке. С правой стороны у нас хорошие, красивые, зеленые, разные насаждения. Собака. Собака Альма. Знакомьтесь с ней. Ну, конечно же, она будет нас приветствовать, потому что мы чужие для нее люди. Наш собственник, кстати, Ирина. С удовольствием мы ее знакомим с вами. Ирина, как вам здесь живется? Все хорошо? Все хорошо. Замечательно. Давайте посмотрим, как у нас выглядит земельный участок. Дом стоит ближе к фасадной части. На земельном участке у нас есть хвойные насаждения, декоративные насаждения и плодовые насаждения. Мы видим с вами елки, ели, видим черешню, которая уже отцвела, туи, газонная травка. Видите, какое достаточно большое расстояние можно использовать по своему усмотрению. Либо здесь построить какой-нибудь там навес терраской, либо бассейн обустроить, либо грядочки. С правой стороны у нас летний душ и туалет. Здесь гараж. Можем заглянуть в него и посмотреть его обустройство. Да, конечно, здесь есть определенные такие вот вещи, которые еще не убраны нашим собственникам. Но это такое подспорье для мужчин. И летняя кухня. Здесь даже вот установлен кухонный гарнитурчик. Выводы под воду есть. С той стороны бани. Пройдем сейчас с вами баню. Внимательно ее посмотрим. Баня у нас построена из шлакоблока. Внутри полностью обустроена зона отдыха, парилка и душевая кабинка. Посмотрите, как здесь здорово отдыхать. Конечно же, мы имеем в виду, что у нас продавец собирает свои вещи. И вот представьте себе, что вы обустроили данную комнату, данный уголок отдыха под свое усмотрение. Это очень замечательно. Обращу ваше внимание, что как баня, так и дом у нас построены из шлакоблока. Сверху утепление идет. Далее покраска дома. Окна везде металлопластиковые. Ленточный фундамент. Цоколь отделан кирпичом. Дом с 2008-го. В доме у нас две жилые комнаты. Кухня, санузел. Мы с вами пройдем в дом и посмотрим его изнутри. Мы с вами зашли в дом, друзья. Находимся в коридоре. Площадь коридора составляет 4,7 квадратных метра. Коридор оборудован местами для хранения вещей. У нас здесь электрокотел, водонагреватель, расширительный бачок, стабилизатор света, стиральная машинка поместилась. На полу кафель. Дом топится электрокотлом. В среднем зимнее время платежи составляет в районе 4,5-5 тысяч рублей. В летнее время, в связи с тем, что мы дом не отапливаем, на участке собственная скважина. Плюс артезианская скважина для такой вот вкусной питьевой воды. И это буквально там составляет по платежам до 1000 рублей. Газ на территории садоводчества еще не заведен. Все в процессе. У нас программа работает путинская, которая сады при Краснодарском крае оснащает газификацией. Естественно, всеми собственниками подано уже соответствующее заявление. Вот такая кухня. Она полностью функциональная. Имеется кухонный гарнитур, электроплита, вытяжка, холодильник. И из кухни у нас ванная комната. Это состоит из душевой кабинки, унитаза, место для хранения. Такая компактная, но абсолютно своя. На территории земельного участка есть септик, есть скважина, две повторюсь. Поэтому центральной канализации на данных землях нет, как и на землях ИЖС. Но септики у нас очень сделаны по уму для того, чтобы собственники не реже там одного раза в несколько лет выкачивали все необходимые воды. Смотрите, мы сейчас находимся в такой вот некой коридорной зоне. И вот здесь вот у нас печь. Вот это настоящая русская печь, которую некогда сделали наши продавцы. В зимнее время здесь могут выпекать какие-то вкусности. И данную печь не трогали. Это вот пространство, этот коридор занимает 6 квадратных метров. Высота потолков здесь 2,9. То есть дом высокий, он не низкий, потолки все в идеальном состоянии, они покрашены поводом люсенкой и не нуждаются в каком-то дополнительном ремонте. На полу ламинат. Справа и слева у нас будут 2 жилые комнаты. По квадратным метрам. Жилые комнаты у нас 12,2 квадратных метра и 10 квадратных метров. Вот это у нас большая жилая комната 12,2 квадратных метра. Выход у нас на калиточку. У нас такой изумительный котик. Так обустроена данная комната. Оклеены обои на полу дерева. Дерево и собственник делал данные на стил на полу самостоятельно, своими силами. И это очень красиво. Пол теплый, не нуждается в каком-либо подогреве. И мы проходим с вами еще в одну жилую комнату. Она 10 квадратных метров. Она оборудована спальным местом. У нее полностью вмещение идет по всей комплектации необходимой. Высокие потолки. Потолки окрашены. Ну вот, если это окно закрыть такой шторкой, будет очень мило, уютно. Данная жилая комната площадь 10 квадратных метров. Она полностью оборудована всем необходимым. Мы видим шифонер, спальное место, высокие потолки, стены оклеены обоими, потолки покрашены. И на полу деревянный настил. Вот такой у нас, друзья, вариант есть на хуторе Ленина в дачном обществе СНТ Пашковская. Это такое вот приятное место. Кстати, обращу ваше внимание, что находится буквально в двух минутах ходьбы, легким таким вот неторопливым шагом до остановки и до центра открытой Виктории. Там, где дом быта, там, где магазины, остановки и какие-то вот сферы социальной инфраструктуры. Напомню, что дом стоит 4 миллиона 700 тысяч рублей. Данный дом может использоваться как отличная жилая дача именно на загородную жизнь в летний период времени, да и в зимний период времени, если вы хотите насладиться именно чистым воздухом Краснодара и загородной жизни Краснодара. Напомню, что дом у нас 54 квадратных метра. Отдельно поставлена баня, летняя кухня и небольшой гараж. Земли у нас 4 сотки. Данное предложение очень интересно. Цена абсолютно соответствует всем ожиданиям по именно качеству данного места и уровню жизни в этом месте. С удовольствием рассматривайте данное предложение. С вами была я, Юлия Кокорина, Центр недвижимости Компромисс. Подписывайтесь на наш канал, ждем ваши комментарии. Всем пока!